Здравствуйте! Меня зовут Ефремов Валерий Анатольевич. Я доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета имени Герцена. И сегодня я предлагаю с вами поговорить на тему русский-нерусский, то есть о заимствованиях в современном, ну и не только русском языке. И я предлагаю следующий план. С одной стороны, поговорить о собственно лингвистической природе заимствованиях и о их причинах, а с другой стороны о том, что происходит с современным русским языком сейчас. Ведь программа наша называется «Новый русский». Итак, если мы говорим о заимствованиях, то обычно в науке под самим словом заимствования понимаются два разных явления. С одной стороны, это сам процесс восприятия слов или элементов слов, такое тоже бывает из так называемого языка донора в язык рецептор, а с другой стороны результат такого процесса. Иными словами, мы можем говорить, что под заимствованием понимается переход из одного языка в другой, каких-либо языковых форм, единиц, например, слов, морфем, фразеологизмов, иногда целых синтаксических моделей, ну и крайне редко, хотя такое случалось в истории языков, контактов между языками, иногда даже морфемы. Когда мы говорим о заимствованиях, мы можем говорить о том, что есть две категории заимствований. Иностранные слова – это те слова, которые пришли из других языков, и иноязычные слова. Это слова, которые пришли из языков народов, населяющих Российскую Федерацию, например, слово «пельмени», слово «халат» или слово «аксакал». В некоторых случаях некоторые ученые полагают, что мы можем говорить об иноязычных словах, как те слова, которые не воспринимаются нами как заимствованные, как иностранные слова. Согласитесь, что вряд ли русский человек определит слова «утюг», «урюк» или «изюм», как слова, которые пришли откуда-то из другого языка, что может быть роднее слова «утюг». Однако, как и многие другие, а этих слов несколько сотен, слово «утюг» пришло к нам из тюркских языков. Но это было довольно-таки давно. Причины заимствования. Хочу еще раз подчеркнуть, что русский язык, как и любой другой язык, имеет в своем лексиконе, в своей лексической системе огромное количество заимствований. Ученые выделяют несколько причин. Во-первых, потребность в новых наименованиях. Из-за границы привозят тот или иной предмет, мы получаем ту или иную реалию, в результате ее нужно как-то назвать. Ровно таким образом появились слова, допустим, степлер, принтер, бикини и множество других. Опять, для того, чтобы подчеркнуть, что процесс заимствований – это вечный процесс, можно вспомнить знаменитую фразу из Евгения Онегина и Александра Сергеевича Пушкина «Но панталоны, фраг, жилет» – всех этих слов на русском нет. И в XIX веке, и в XX, и в XXI, и в XXII мы будем получать новые заимствования, потому что где-нибудь на Западе или на Востоке будет придуман новый предмет, новая технология, и ее нужно будет как-то назвать. Вторая причина заимствований – это необходимость разграничить содержательно близкие понятия. Ну, допустим, еще в второй половине XIX века некоторые пуристы – это люди, которые радеют о чистоте языка и очень не любят заимствования, говорили о том, что русскому языку не нужно слово «комфорт», потому что у нас уже есть слово «уют». Но давайте согласимся, что до сих пор эти синонимы все-таки имеют некую нюансировку. Когда мы говорим о комфорте, мы, скорее всего, говорим о бытовом комфорте, о комфортной поездке в том или ином поезде, в том или ином автобусе. Когда же мы говорим о уюте, исконно в славянском, русском слове, мы все-таки думаем скорее о каком-то удовольствии, о каком-то душевном благодушии. И в этом смысле все-таки, несмотря на то, что еще раз подчеркну, уют и комфорт, безусловно, синонимы, между ними существуют тонкие семантические различия. В некоторых случаях заимствование связано с необходимостью специализации понятий для тех или иных целей. Ну, например, мы можем говорить о том, что слово «экспорт», вошедшее в русский язык уже довольно-таки давно, имеет полное право на существование, хотя вообще-то в русском языке существует полноценная калька, о кальках чуть ниже, слово «вывоз». Но мы понимаем, что слово «экспорт» – это существительные, которые связаны исключительно с экономическим, быть может, отчасти политической сферой жизнедеятельности человека, а вот «вывоз» – это более нейтральное слово. И, безусловно, в мае, когда открывается дачный сезон, мы можем вывести всю семью, включая бабушку, на дачу, а вот экспортировать семью или экспортировать бабушку на дачу будет все-таки весьма и весьма трудно. Интересно, что частным случаем вот этой функции, вот этой причины заимствования можно представить себе эфемизмы. Напомню, что эфемизмы – это слова, которые используются с целью оккультуривания, а с целью приподнятия чего-то, что связано с не очень приятными, быть может, вещами. Ну, например, в русском языке довольно-таки давно существует понятие «вшивость», но для того, чтобы уйти от этого достаточно жутковатого образа, который хранится внутри этого слова, ученые, естественно, и медики предпочитают слово «педикулез». Согласитесь, да, когда мы слышим, что у какого-то ребенка в детском саду обнаружили педикулез, это звучит все-таки как-то поспокойнее, нежели если мы услышим, что там появилась «вшивость». Четвертая причина заимствований связана с так называемой тенденцией соответствия между цельностью понятия и цельностью обозначения. Знаменитый лингвист конца 19-го, начала 20-го века Сергей Осипович Корцевский вывел в свое время так называемый закон дуализма языкового знака. Звучит он следующим образом. Каждое означающее пытает совместить в себя как можно большее количество означаемых и каждое означаемое пытается иметь свое обозначающее. Что это значит? Каждое понятие хочет иметь собственное слово и одновременно каждое слово хочет ввести в себя как можно больше понятий. С этим, собственно, и связано, с одной стороны, многозначность слов, с другой стороны, амонимия. Так вот, заимствования зачастую помогают решить этот конфликт между означаемым и означающим. Например, да, конечно, мы можем сказать «меткий стрелок», и будет понятно, о ком идет речь. Но можно взять английское заимствование «снайпер». Во-первых, это короче, во-вторых, это будет точнее. То есть «снайпер» — это не просто меткий стрелок, это уже, скажем так, как одна из разновидностей солдат, которые занимаются соответствующими военными операциями. Или, например, мы можем сказать «несгораемый шкаф». Во-первых, это длиннее, во-вторых, можно заимствовать слово из того же английского языка и назвать его сейфом. Это удобнее, это точнее, и не любой несгораемый шкаф будет сейфом, а вот сейф — это уж точно несгораемый шкаф. Таким образом, мы видим, что иногда заимствование позволяет нам внести некие нюансировки в то, что уже существует в русском языке, а с другой стороны, сэкономить наши языковые средства. Безусловно, важной функцией заимствования становится следующая. В некоторых случаях мы принимаем в язык сразу цельный фрагмент языковой картины мира, как это принято говорить сейчас, или цельный пласт языка. Ну, например, когда в конце 80-х, начале 90-х годов в России появились первые персональные компьютеры, кстати, мы уже почти не используем слово «персональный компьютер», мы говорим просто «компьютеры», вместе с компьютером и всем вокруг него, со множеством разного рода гаджетов и приспособлений, мы получили и компьютерную терминологию. Да, до сих пор мы параллельно используем русское, ну, скажем так, обрусевшее слово «папка» и слово «файл». Мы можем говорить «интернет» и говорить «сеть», но вот даже наличие такого рода дубликатов, дублеров говорит о том, что процесс вхождения полноценной компьютерной технологии, шире технологии, связанные с информационными технологиями, все-таки до сих пор продолжает устаканиваться, он до сих пор представляет себе разные тенденции. Ну и последняя причина заимствования, которой тоже необходимо говорить, и которая тоже играет большую роль не только в русском языке, а если мы говорим о русском языке, то даже большую роль эта причина играла в 18 веке, это, безусловно, то, что касается языковой моды или неких соображений языкового престижа. И здесь я вспомню фразу из замечательного стихотворения Владимира Владимировича Маяковского «Морося отравилась», помните, возлюбленный Морося характеризуется поэтом следующим образом. «Он был монтёром Ваней, но в духе парижан себе присвоил звание электротехник Жан». И вот тут мы видим, с одной стороны, заимствование в виде имени собственного, да, действительно, Иван, Ваня и Жан, и то, и другое имя восходит к древнееврейскому Иоанн. Соответственно, да, перед нами пример такой вот языкового переодевания, такого вот следования языковой моды. С другой стороны, конечно, слово «электротехник» звучит, наверное, серьезнее, длиннее и более впечатляюще, вмешивле слово «монтёр». На память современного поколения такого рода процедуры происходили. Например, за последние 20-30 лет мы полностью отказались от немецкого слова «кегельбанг». Да, мы теперь можем пойти в боулинг-центр, но кегельбанг-центров в России не существует. Если мы говорим о заимствованиях сейчас, то можно выделить как минимум две главных тенденции. С одной стороны, русский язык в очередной раз переживает масштабное расширение группы нелогизмов заимствований. Это связано с информационными технологиями, с развитием искусства и культуры, с экономической и политической терминологией и так далее. С другой стороны, продолжая тему электротехника жана, это и определенная мода на иноязычную лексику в целом. И если, например, в 60-е годы в среде хиппи был моден английский язык по причине свободолюбия, по причине существования железного занавеса, из-под которого какие-то новые веяния в молодежной культуре, в первую очередь музыке, появлялись на территории Советского Союза, то сейчас английский язык становится еще более модным, расширяет сферу своего употребления, и об этом мы обязательно еще скажем. Если мы говорим об основных сферах использования неназичной лексики, то ученые выделяют их несколько. Ну, в первую очередь, понятно, это политика. За последние 20-25 лет мы получили огромное количество, это сотни слов, связанных с политической деятельностью, с политической сферой человеческой жизни. Например, слова «импичмент», «саммит» или «шерпа». Вторая сфера использования неназичной лексики, вторая область, в которую так активно проникают заимствования, это, безусловно, наука и техника. Мы живем в эпоху нон-фикшена, вот, кстати, еще одно заимствование, научно-популярной литературы, лон-ридов, вот еще одно заимствование, статей длительного содержания, посвященных той или иной проблеме, в первую очередь, связанной с наукой. И понятно, что любой образованный человек сейчас знает что-то про коллайдер, что-то слышал про сингулярность, эхолокацию, бозон Хиггса, ну, а преподаватели еще и знают про пресловутый индекс Хирша. Третья сфера, где активно используются заимствования, это культура и искусство. С одной стороны, это, допустим, музыка, это бэк-вокал, рэп, регги, с другой стороны, это, безусловно, кинематограф, это вестерн, кинематографы, литература, это сиквел, приквел и так далее, и тому подобное. Такого рода слов, опять же, в современном русском языке сотни. Четвертая сфера, в которую активно привникает в современном русском языке иноязычная лексика, это бизнес. Если мы посмотрим на итоги конкурса, который называется «Слово года», то в первую десятку всегда входят слова, которые так или иначе связаны с бизнесом. Можно вспомнить, допустим, кибервалюты, связанные с ней, блокчейн, майнинг и так далее, и тому подобное. С другой стороны, все, что касается маркетинга, отмечу, что современные орфоэпические словари все-таки настаивают именно на этой форме, маркетинг. Здесь мы, вроде бы, должны произносить это слово на английский манер, или, допустим, тот же самый мерчендайзер. Пятая сфера, где достаточно активно возникают заимствования, в первую очередь, опять же, из-за английского языка, это спорт. В этом смысле английский язык уже с конца XIX века пополняет практически все западные языки заимствованиями, связанными с такими понятиями, как curling, box, это довольно-таки старое, но пришедшее из английского языка заимствование в русский язык, из заимствований этой сферы последних лет, допустим, паралимпийские игры, derby и так далее. И еще одна сфера, которая, безусловно, важна для современного человека, и в которой также мы видим большое количество заимствований, это сервис. Это все, что, собственно, само слово сервис, которое вытеснило в некоторых сферах понятие обслуживания, исконно русское понятие, также дает нам примеры, многочисленные примеры заимствований, типа handmade, second hand, patchwork и так далее. Ну и буквально последние 5-10 лет мы можем говорить о том, что появилось или выделилось как отдельная сфера использования язычной лексики, я имею в виду медицина. С одной стороны, это развитие, допустим, пластической хирургии, с другой стороны, это все, что связано с генной инженерией, и таким образом мы в современном русском языке видим огромное количество заимствований из английского языка или отчасти из группы так называемых интернационализмов, ну и в качестве примера таких актуализировавшихся, хотя и существовавших еще довольно-таки давно в русском языке, слов можно привести коронавирус или пандемия. И то, и другое слово уже несколько десятилетий существует в русском языке, но оно было характерно исключительно для речи узких специалистов определенных отраслей медицинских знаний. Сейчас, в 2020 году, наверное, уже нельзя найти россиянина, который ничего не слышал бы про коронавирусную инфекцию или про пандемию. Необходимо понимать, что слова заимствуются из языка донора разным способом. Самое простое – это заимствование целиком. Вот все те примеры, про которые мы сейчас говорили, это как раз классический пример заимствования слова, зачастую либо вместе с предметом, либо с какой-то реалью. Однако невероятно интересным для лингвистов способом заимствования из одного языка в другой является калькирование. Ученые выделяют несколько типов калек, и вот на них мы остановимся чуть подробнее. Например, существует словобразовательная калька, то есть мы берем не просто слово из языка донора, а разбивая его на морфемы, переводим по морфемной, получаем свой аналог заимствованного слова. Кальки существовали всегда. Собственно говоря, когда возникает славянский письменный язык, уже тогда первые переписчики, первые переводчики столкнулись с необходимостью передачи тех или иных древнегреческих сложных слов на славянский язык и пользовались калькой. Ну, например, греческий эпитет Господа Бога «Моногенос» был переведен как «Единорожденных». Да, вот перед нами пример такого рода кальки. Существуют в русском языке отдельные словари калек, но в качестве примера можно привести опыт, правда, словаря Араповой Натальи Сергеевны кальки в русском языке после Петровского периода. Невероятно интересная книга, из которой мы можем узнать не только с какого языка пришло то или иное заимствование, но и первые даты фиксации этих заимствований. Ну, вот, например, слово «работодатель» по всей видимости было заимствовано из немецкого, как раз с помощью словобразовательной кальки. Это слово «Arbeitgeber», да, то есть «Arbeitgeber» – то, что связано с идеей давать. Или, например, «работорговец» по всей видимости – это слово, которое приходит в русский язык из английского языка «Slave Trader» и отмечается уже впервые в 1860 году. С другой стороны, во всех учебниках, в том числе, по-моему, даже и школьных русского языка, в качестве кальки приводится слово «Небоскреб». В русском языке оно впервые фиксируется в газете «Голос Москвы» в 1908 году и, соответственно, представляет собой кальку с английского «Sky Scraper» – «Sky» – «Небо», а «Scraper» – «Скрести». Другой разновидностью кальки является семантическая калька, тоже невероятно интересное явление, при котором заимствуется не само слово, а аналогичному слову в языке рецепторе приводится семантическое значение слова, которое существует в языке доноре. Особенно хорошо эти примеры на современном русском языке можно проиллюстрировать компьютерными технологиями и компьютерным устройством. Например, как мы называем средство, с помощью которого мы переносим информацию в компьютер, не пользуясь клавиатурой? Это мышка. И вот смотрите, слово «мышь» впервые в этом значении появляется в английском языке, где оно называется «Mars». И вместо того, чтобы взять для обозначения этого предмета слово «mouse», мы это слово семантически калькировали. Мы называем ее мышью. То же самое, когда мы говорим «жесткий диск», это на самом деле семантическая калька с английского «hard drive». Ну и те, кто худо-бедно погружен в компьютерные программы и хотя бы раз в жизни что-то инсталлировал, знают про такое понятие как «bug», дословно переводимый как «жук» или «жучок», но в русском языке это еще и было переведено как «компьютерный вирус». Таким образом, мы видим, что семантические калькирования довольно-таки широко представлены в современном русском языке, и основным источником получения семантических кальек, безусловно, продолжает оставаться английский язык. В качестве фразеологических кальек можно привести следующее. Напомню, что фразеологическая калька – это тоже не заимствование целиком. Кстати, фразеологизм таким образом практически никогда и не заимствуется, а попытка передачи идей дословно. То есть, каждый из компонентов фразеологизма переводится на, в данном случае, русский язык. Ну, например, термин, который используют политологи для обозначения определенного поведения диктатуры, которая образуется в том или ином государстве, «грязная война» в русский язык пришел из английского, там это словосочетание так и звучит, как «dirty war», а в английский язык, по всей видимости, оно попало либо из французского, «salгер», либо из испанского, по всей видимости, именно оттуда, потому что впервые это понятие стали использовать после переворота в Аргентине во второй половине XX века. И по-испански это звучит как «гэра сута». Соответственно, вот таким вот образом через английский язык этот фразеологизм был неоднократно калькирован и попал в современный русский. Из совсем свежих фразеологизмов, которые появились в русском языке за последние 10 лет, можно привести примеры английских идиом, которые были таким же образом калькированы. С одной стороны, это, например, пища Франкенштейна, который обозначает генно-модифицированные продукты. И здесь явно есть языковая игра «Вспоминаем, чему был посвящен» роман Мэри Шелли «Франкенштейн». Или, например, скелеты в шкафу для обозначения какого-то факта, биографии того или иного человека, который он не хотел бы опубличивать, однако это случилось. И скелеты в шкафу, и пища Франкенштейна – это примеры фразеологических калек. Необходимо понимать, что в современном русском языке действительно огромное количество заимствований, хотя в современную эпоху русский язык переживает не худшее в этом отношении положение. И в среде лингвистов сейчас существует как минимум две точки зрения на вот это обилие заимствований, в котором погружается современный русский язык. С одной стороны, ныне покойный академик Виктор Бегович Костомаров считал и полагал и многократно об этом писал, что русский язык едва ли не тонет в иноязычном потопе. Правда, надо сказать, что эта мысль впервые появляется на страницах его работ в 90-е годы, и сейчас, в самом начале 20-х годов, 21-го века, можно говорить о том, что, по-видимому, все-таки все самое серьезное с русским языком в этом смысле уже произошло. То есть, все, что нужно было, осталось, а современные вкрапления заимствований носят все-таки более точечный характер, нежели это было в самом конце 20-го века. С другой стороны, можно говорить о точке зрения очень известного специалиста в области русского языка и культуры речи профессора Леонида Петровича Крысина, который считает, что большинство заимствований, которые попадают в русский язык в конце 20-го, в начале 21-го века, на самом деле функционально разграничиваются. Вспоминайте тот самый вывоз и экспорт. То есть, каждое из заимствований занимает свою нишу в современном русском языке, и в этом смысле это достаточно удачный ход. Ну и для того, чтобы подчеркнуть, что этот процесс постоянный и существуют разные типы заимствований, я хотел бы остановиться на двух из разновидностей заимствований, которые, опять же, существуют в каждом языке. С одной стороны, это экзотизмы. К экзотизму относятся безэквивалентные слова и выражения, обозначающие реалии, предметы и понятия другой культуры. Ну, например, если мы возьмем японскую культуру, казалось бы, да, как относительно недавно Россия граничит, я имею в виду, конечно, морскую границу, с Японией. Однако в 20 веке в русском языке появилось достаточно большое количество заимствований из японского. Это, с одной стороны, то, что характеризует культуру Японии, например, икебано, кимоно, саке. С другой стороны, это то, что касается каких-то военных, военной сферы жизнедеятельности японцев, самурай, бандзай, отчасти харакири и сикупу. Да, вот все эти слова, собственно говоря, входят в багаж, в интеллектуальный багаж любого образованного человека. И, конечно же, при переводе японских литературных произведений или японских кинофильмов, особенно связанных с исторической эпохой, никто сейчас не будет пытаться перевести эти слова. Это так называемые экзотизмы, которые, еще раз подчеркну, существуют в любом языке мира. К еще отдельной группе заимствований относятся так называемые интернационализмы. Это слова, которые состоят из латинских или греческих корней и существуют в неизменном виде практически во всех европейских языках, а в некоторых случаях они попадают в том или ином фонетически измененном виде даже и в восточном языке. Но сюда, в первую очередь, конечно же, относится научная терминология, понятно, что ни один язык сейчас не будет переводить такие слова, как система, структура, термин. Все эти слова, безусловно, существуют в своем латинско-греческом виде и продолжаются храняться в том или ином фонетическом обличии во всех европейских языках. Сюда же относится, например, спортивная или общественно-политическая терминология. Никому в голову сейчас не придет в русском языке переводить слово футбол, хотя когда-то у него были и другие номинации. И в этом смысле, напомню, замечательный сюжет связан с лексикографической деятельностью знаменитого Владимира Ивановича Даля, который в своем толковом словаре живого великорусского языка все-таки пытался сопротивляться, как ему казалось, по всей видимости, чрезмерному обилию заимствований в современном ему русском языке. И тогда возникали вот эти вот оказиональные, созданные, по всей видимости, самим Владимиром Ивановичем Далем замены, где, например, в нас к слову «атмосфера» он приводил собственные выдуманные слова, такие как «мираколица» или «колоземица». Ну и последний фрагмент, на котором я хотел бы остановиться, это то, что касается американизации современного русского языка. Об этом очень много пишут лингвокультурологи, но мы можем говорить об этом процессе и с сугубо лингвистической точки зрения. На мой взгляд, правомерно разделять два варианта американизации. С одной стороны, это частный случай глобализации, и мы понимаем, что в современную эпоху, в 21 веке, мы все живем, пользуясь знаменитой метафорой Макклёйна, в глобальной деревне. Влияние английского языка и, в первую очередь, американского варианта английского языка на любые развитые языки мира трудно переоценить. Например, испания Чичинглиш – это китайский английский язык, спэнглиш – это испанско-английский язык или испанский язык, в котором чрезвычайно много элементов английского языка, ну и так далее. С другой стороны, мы можем говорить об американизации как о некой языковой моде. Напомню, что одна из причин появления заимствования в том или ином языке как раз и связана с модностью того или иного языка. И вот если мы говорим о причинах американизации русского языка, хотя уверен, что подобного рода причины можно привести для французского, испанского, немецкого, китайского языка, для любого другого большого языка, мы можем перечислить следующие причины, почему американский вариант английского языка так активно дарит нам заимствование. С одной стороны, это преобладание английского языка в интернете, безусловно. То есть мы понимаем, что контент, вот еще одно новомодное заимствование, содержание на английском языке во всемирной сети самое крупное, самое большое, и никакой другой язык в ближайшем будущем не достигнет такой же широты масштаба. С другой стороны, связанное с этим преобладанием, это увеличение количества получаемой информации. Это проблема, о которой очень много говорят, например, западные специалисты. Знаете ли вы о том, что в Норвегии, в которой существует огромное количество университетов, в принципе, не существует журналов по физике и астрономии, которые выходили бы на норвежском языке. Все такого рода издания, которые есть и публикуются в местных университетах, с самого начала публикуются уже только на современном языке науки, то бишь на английском языке. И вот вам пример того, как еще более серьезно, нежели в русском языке, английский язык может влиять на другие европейские языки. Еще одна причина американизации любых языков, в том числе и русского, это развитие мирового рынка, торговли, экономики, информационных технологий. Понятно, что современный земной шар представляет себе еще один глобальный рынок, и языком торговли, языком бизнеса, безусловно, является английский язык. Поэтому любой человек, который хочет выстраивать какие-то международные связи, неминуемо должен говорить на английском языке. Активное употребление занято не медийными людьми. К сожалению, в современном русском медиапространстве все основные звезды, все основные воспользуемся вульгаризмом селебрити, время от времени обязательно вставляют в свою русскую речь те или иные новомодные английские и американские словечки. Вот такого рода использование новых заимствований приводит к тому, что их публика, их аудитория тоже берет себе эти заимствования, тоже щеголяют новомодными словечками, и это дальше иридиирует и распространяется по интернету, по средствам массовой информации среди общества. Безусловно, расширение зарубежного туризма тоже привело к тому, что американизмов в русском языке становится все больше и больше, потому что люди выезжают за границу, люди пользуются и бизнес-энглиш, и турист-энглиш, и в результате получается, что мы так или иначе обогащаемся, подпитываемся словами и словечками из американского варианта английского языка. Ну и в качестве отдельных примеров американизации я бы хотел остановиться буквально на нескольких явлениях, которые не существовали в русском языке большую часть XX века и появляются буквально на рубеже XX-XXI. С одной стороны, это так называемые слова кентавры, о них очень много писали в конце 90-х годов XX века, когда впервые в средствах массовой информации, в первую очередь, конечно, печатных, русский человек вдруг стал обнаруживать странного рода слова, в которых одна часть записана латинскими буквами, и чаще всего это что-то, что связано с английским языком, а другая часть кириллическими, вроде бы выглядит как русское слово. Ну, пожалуй, наибольшее гнездо такого слова кентавры создала аббревиатура VIP, Very Important Person. В русском языке существовали в 90-е, в начале 20-х годов, сейчас вроде бы эта мода немножко уходит, VIP-залы, VIP-салоны, VIP-решения, VIP-реклама, VIP-стратегии и так далее и тому подобное. Более того, в некоторых случаях копирайтеры, создатели рекламы так увлекались, что даже вводили понятие VIP-персона, что вообще-то с точки зрения смысла является классической ошибкой, потому что VIP уже содержит в себе понятие персона, очень важная личность, да, поэтому VIP-персона, конечно, ошибка. Более того, считается, что под влиянием именно английского, английского делового языка, в русском языке обильно стали появляться такие модели, которые и без английского, безусловно, существовали на протяжении всей истории русского языка, но вот в конце 20-го, начале 21-го века стали как-то особо активно появляться, я имею в виду сложение основ и целых слов. Это, например, арт-шоу, кстати, слово арт тоже весьма богато представлено в современных русских СМИ, есть, например, арт-ярмарки, арт-выставки, арт-мероприятия, арт-технологии, и вы не поверите, но однажды я даже видел слово арт-искусство. Что это такое, объяснить вам не берусь. Ну, или сюда же относятся такие слова, как мультимедиа, ноу-хау и многочисленные другие. Более того, считается, что под влиянием американского варианта английского языка, ну или в целом английского языка, в русском языке, в современном русском языке растет число несклоняемых существительных. Вообще-то, несклоняемые существительные – это приобретение русского языка конца 19 века. До того в русском языке все слова, которые попадали в язык, так или иначе подстраивались под грамматические характеристики. То есть до конца 19 века в русском языке практически не было неизменяемых существительных. Именно с этим, кстати, отчасти с этим связана проблема кофе. Напомню, что в второй половине 19 века это слово записывалось несколькими образами, произносилось по-разному. Это и кофе, и когти, и кафей, и кафе. Но оно склонялось, да? И в этом смысле украинскому языку повезло гораздо больше, потому что там осталась только единственная форма кава, и она склоняется, как существительное женского рода. А вот в русском языке кофе, видимо из-за того, что был когти и кофей, сохраняет форму мужского рода. Так вот, такого рода единичные примеры, которые появлялись в конце 19-го, начале 20-го века, в конце 20-го, в начале 21-го века расцветают пышным цветом. Это и авиашоу, и мафиозы, и авиза, и все что угодно. Считается, ученые полагают, что вот этот рост несклоняемых существительных, подчеркну еще раз, вообще-то не очень характерный для русского языка, также связан с влиянием английского языка. Ну и, пожалуй, последнее, о чем можно сказать, это уже вещи, которые нас выводят в план лингвокультурологический, даже лингвокогнитивный. Дело в том, что иногда под влиянием американской культуры и, опять же, американского варианта английского языка, в русском языке происходят такого рода семантические подвижки, которые мы не всегда успеваем отрефлексировать. Ну и в качестве примера такого слова, которое на наших глазах меняет свое значение и даже во многом оценку, можно привести слово «амбициозный». Если мы откроем большой толковый словарь русского языка под редакцией Сергея Александровича Кузнецова, это последний большой академически полностью сформированный толковый словарь русского языка, то у слова «амбициозный» мы найдем следующее определение, наполненное самомнением, полной амбицией, вызываемой ими. То есть, если задать вопрос «амбициозный» – это хорошо или плохо, то, исходя из упоминания слова «самомнение», если мы посмотрим слово «амбиции», будет понятно, что это слово скорее с отрицательной оценкой. Однако, в 20 веке, буквально на наших глазах, у этого слова появилась положительная оценка, которая, по всей видимости, связана с влиянием английского «ambitious», который еще и обозначает «жаждущий что-то делать», «стремящийся к чему-то». И вот в этом смысле мы все чаще можем услышать, допустим, словочетание «их планы амбициозны». Это означает, что это люди, которые хотят большего, которые стремятся и работают над чем-либо, стремятся к чему-либо и хотят улучшать что-либо. Вот таким образом, опять же, под влиянием английского языка, у слова «амбициозный» появляется скорее положительная оценка, хотя на протяжении всего предыдущего времени слово явно воспринималось с отрицательной оценкой. Ну и в заключении хочу еще раз успокоить всех переживающих за состояние современного русского языка. Безусловно, в русском языке конца десятых, начала двадцатых годов все не так уж плохо заимствованы. Да, у нас время от времени появляются новомодные заимствования, и да, в большинстве случаев они связаны с американским вариантом английского языка, но это не означает, что русский язык гибнет, что у русского языка настали тяжелые времена. Скорее, они уже как раз и заканчиваются. Всего доброго и до встречи в следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова